Люди давно не ходят по магазинам, они давно не ищут их, они покупают и получают реальные деньги обратно за свои покупки в интернете. Letyshops.ru. Проходи по ссылке в описании и покупай с реальной выгоды. Всем привет, с вами я Вова Тишевский и сегодня мы поговорим о новом седьмом айфоне. Сразу хочу сказать, я знаю, что среди моих подписчиков и постоянных зрителей очень много любителей китайского, которые скажут, зачем платить больше, если я могу купить себе Xiaomi или Meizu значительно дешевле. Ну или кроме Xiaomi и Meizu есть еще десяток производителей, которые в Китае, можно сказать, немного так вот более-менее прославились или поднялись по уровню производства. Я предполагаю, что вы, посмотрев это видео или даже прочитав просто название, уже захотите поставить дизлайк, потому что вы не любите или ненавидите яблочную компанию. Друзья, я люблю Apple за ряд вещей, которые не может до сих пор сделать ни одна другая компания. Это качественная экосистема, это высокого качества продукты, которые реально намного круче по качеству. Когда ты берешь айфон, когда ты им пользуешься, он значительно качественнее, чем тот же самый Meizu, поверьте, значительно качественнее, чем Samsung и многие другие. Да, Galaxy S7, Note 5, OnePlus 3, какой-нибудь LG, то есть они действительно хорошего высокого уровня девайсы, но к сожалению до Apple им не дотянуться. И сейчас я буду воспевать хвалебную оду Apple. Ладно, шучу. И давайте поговорим о новом iPhone 7 и что же нового представила компания, из-за чего другим производителям, ну очень сильно придется попотеть, чтобы подтянуться по качеству и по уровню. Итак, что мы имеем? iPhone 7 получил 4,7 дюйма экран с Retina HD дисплеем, то есть это еще HD экран, 1334 на 750 пикселей. И кстати, я держал iPhone 6s и скажу вам так, что я вообще не заметил никаких там пикселей и у меня нет претензий к разрешению экрана. Что касается iPhone 7 Plus, то это 5,5 дюйма экран, Full HD. И в принципе то, о чем и говорят большинство людей, о том, что 5,5 дюйма Full HD экран это самый идеальный на сегодняшний день. И в принципе все те же китайцы делают Full HD экраны на 5,5 дюйма. Но к примеру, в отличие от iPhone 6s дисплей отличает более высокая яркость. Где-то на 30% повысили яркость и это круто, потому что всегда в солнечное время нужна яркость побольше. Вот чем больше, тем лучше, а в вечернее время чем меньше, тем лучше. И это круто. iPhone 7 получил 12-мегапиксельную камеру с апературой 1,8 и цифровым зумом до 5х. iPhone 7 Plus получил две 12-мегапиксельные камеры, одна с апературой 1,8, вторая 2,8. Ну, я вообще скажу так, что я в фото не особо разбираюсь. Суть заключается в том, что для портретов и для общих снимков. Очень и очень подробно было рассказано на сайте кадрком именно о камерах. То есть советую вам посмотреть, и там более подробно говорила о двухкратном оптическом зуме. В общем-то, ну, стоит почитать. И причем, что в iPhone 7 Plus идет 10-кратный цифровой зум. Также многие говорили о том, что 4K видео iPhone научится записывать в 60 фпс. Нет, только в 30 фпс. И стандартные режимы Full HD это 30, 60 и 720p 30 фпс. И также возможен Slow Mo. Это Full HD на 120 кадров, как и было раньше. И HD на 240 кадров. То есть никаких 480 кадров в HD или 4K 60 фпс такого нет. И последние две фишечки, которые я сказал бы про камеру. Это оптическая стабилизация на iPhone 7 и 7 Plus. И четырехдиодная LED вспышка. Также стоит отметить, что в iPhone 7 поставили чип А10, который в 2 раза быстрее, чем у iPhone 6 и где-то на 35% быстрее, чем у iPhone 6s. И также этот чип более энергоэффективен и поэтому iPhone живет дольше. Более интересной фишкой является добавление стереодинамиков. Помню еще HTC M7, M8, которые я тестил, M9, которые со стереодинамиками, BoomSound. Или даже я помню M7 с Beats. Все это, конечно, в прошлом. HTC уже не очень популярно. А вот стереодинамики реально никто сейчас полноценно не добавляет. Ни те же самые Samsung, ни китайцы. Так что я просто прогнозирую в 2017 году бум на стереодинамики в смартфонах. Также хочу сказать, что убрали разъем для наушников. Теперь у нас Lightning Apple EarPods. Также представили беспроводные наушники, которые являются и гарнитура. Конечно же, сразу сотни мемов о том, как они теряются, как их съедают кошки, собачки и так далее. Единственное просто, что эти очень-очень маленькие, поэтому действительно их легко потерять. Но кроме беспроводных наушников от Apple представили еще где-то 4 модели Beats. Поэтому выбор у вас есть. Не обязательно покупать за 159 долларов беспроводные EarPods. Можно что-то из Beats выбрать. Тоже беспроводные. Блин, да беспроводных наушников валом. Я думаю, что эта индустрия только сейчас начинает развиваться. И в ближайшее время еще увеличится количество беспроводных наушников. Вон, китайцы, зайдите на GearBest, Aliexpress, сколько там этих беспроводных наушников. Что мне тоже очень понравилось, то, что добавили новый вид корпуса. Я так понимаю, что это тоже металл, но он под самый первый iPhone. Помните, самые первые iPhone, вплоть до 3GS, были глянцевые. Так вот, этот как раз iPhone тоже глянцевый. Правда, он доступен в средней и топовой модификации. Но и не новинкой стало то, что новый iPhone 7 получит iOS 10. Это самая последняя операционная система, которой Apple говорит, что уделили наибольшее количество внимания, чем когда-либо каким-либо операционным системам. То есть, это самое, типа, крутое обновление. И многие обозреватели, ну и эксперты, ну будем их так называть, вот сказали, что да, действительно, очень много различных фишек и обновлений. Поэтому я склонен тоже сказать о том, что iOS 10 это хорошее, приятное дополнение. Но учтите, что iOS 10 будет доступна не только на iPhone 7, а на iPhone 6s, 6 и может быть даже 5s. Ну, я точно не помню насчет 5s, но может быть кто-то из вас знает, напишите в комментариях, с какого по какой iPhone доступно обновление iOS 10. Также огромное количество людей интересовало, сколько же будет встроенной памяти. Потому что 16 гигабайт это было очень и очень смешно. Прям аж расхохочешься, потому что это реально мало. И компания Apple сделала не просто ход конем, а просто ход всеми шахматами своими, которыми они могли это сделать. Поэтому кроме того, что в базовой версии теперь 32 гигабайта, а не 16, а в средней версии теперь у нас целых 128 гигабайт. Это как было раньше в топовой версии. И 256 гигабайт встроенной памяти в самой-самой топовой версии. Я уже просто сейчас вижу, как вилсаком сходит с ума от радости от того, что он может купить 256 гигабайтную модель. И сколько видео он говорил, что ему 128 не хватает. Так вот, это был ход конем. А остальные ходы это у нас iPhone 6s и 6s Plus также получают 32 гигабайта и 128. То есть они сейчас стоят продаваться на 100 долларов дешевле, не 649 долларов, к примеру, как раньше стоил iPhone 6s, а 549 и уже сразу 32 гигабайта встроенной памяти. Соответственно, средняя версия будет 128. То есть будет 32 и 128, 6s и 6s Plus. То есть 6s Plus будет стоить как iPhone 7, но только с 32 гигабайта теперь уже и 128. То есть ценовая политика осталась такая же, как и ранее, но добавили фишку с памятью. Это реально круто. Многие очень сильно заценят, особенно те люди, которые хотят себе купить, ну, к примеру, не самый топовый iPhone, их не особо он интересует, а, к примеру, 6s. Как по мне, это очень сильно увеличит давление на других производителей и, соответственно, им придется тоже прогибаться и увеличивать объемы памяти. Причем, что вы помните, да, в iPhone, в чем вы знаете, что Galaxy S7 имеет на базе 32 гигабайта и была когда-то версия 64. Я ее, кстати, так и не видел в продаже. Ну и плюс возможность расширения карт памяти. Но я вам скажу так, что карта памяти не спасает. Я вот, к примеру, записываю видео на Galaxy S7 и запись видео происходит на карту памяти и она постоянно перегревается. И когда она сильно перегревается, вообще бывает так, что теряется файл. А стандартная память, насколько я помню и вообще, сколько я записывал на стандартную память Galaxy S7, просто 32 гигабайта, поверьте, мало для записи обзора. Получается так, что все работает отлично. Поэтому базовая встроенная память всегда намного лучше, чем карты памяти, какие бы они там не были. Ну и теперь давайте поговорим о цене. 649 долларов за 32 гигабайтную версию, 128 гигабайтная версия обойдется 749 долларов и 256 гигабайтная обойдется 849 долларов. iPhone 7 Plus будет в базе 769 долларов, это за 32 гигабайта, 869 долларов за 128 гигабайт и 256 гигабайт будет стоить 969 долларов. То есть самый-самый топовый девайс на 256 гигабайт как раз будет стоить 1000 баксов. Блин, если бы у нас продавались хотя бы на 100 долларов дороже, чем в Америке, это реально было бы очень-очень эпично и очень круто. Теперь давайте несколько слов о гуманности цен. Ну прежде всего хочу сказать, что айфоны выпускаются для развитых рынков, таких как США, Европа, в Азии это Китай, Япония, Сингапур, ну и там ряд тоже стран, которые имеют обеспеченных граждан. Там Южная Корея, чуть не сказал Северная Корея, но в Северной Корее айфонами не пользуются, друзья. Так вот, для этих людей стоимость айфона очень и очень гуманная. По той причине, что во-первых, у них есть все эти контракты, которые они могут заключать и оплачивать, можно сказать, как в рассрочку. И вы просто платите за связь, там чуть-чуть больше, на 20-30% дороже, но зато получаете там за копейки, там за 100, 200, 300 долларов этот айфон. То есть не за 1000 долларов, а там самый топовый вы, по-моему, покупаете за 400 долларов. В наших же странах приходится покупать это все сразу, еще и плюс с дополнительной наценкой. Поэтому мы привыкли считать, что продукция Apple просто космически дорогая, безумная. Ну, давайте учтем, что наши зарплаты, во-первых, не долларовые, а мы получаем просто угребищные, там 150 долларов в Украине среднестатистическая зарплата. Извините, конечно, что я так говорю, но так и есть. И в России также, то есть где-то там среднестатистическая зарплата 300 долларов, да, это сколько там, тысяч 18 до 20 тысяч рублей. Ну, только в столице, в Москве, там люди зарабатывают и по 30, по 40, по 50, но они и за квартиры платят по 20, по 30 тысяч за аренду, то есть приезжие платят. Поэтому там даже если они получают много, то они все равно тратят еще больше. Там я уже не говорю о дорогих проездах и так далее. В итоге получается так, что для нас, не покупающих в контракт дешевле и переплачивая за наценку там от барыг или же официальные, опять же, цены дороже, чем в Америке, получается так, что этот смартфон реально очень-очень дорогой. Стоит ли он этих денег, может сказать только человек, который может себе это позволить. Друзья, если вы не можете позволить себе этот айфон, это не означает, что он плохой. Это не означает, что Apple зажрались. Это не означает о том, что компания там не думает о людях, а думает только о собственной прибыли. Друзья, если оно даже и так и есть, но не Apple виновата в том, что мы не зарабатываем тех денег, которые стоит этот айфон. Если вы считаете, что он сильно-сильно переоценен, посмотрите на других производителей. Какой из производителей может задать такие же темпы, только дешевле? Давайте посмотрим правде в глаза. Тот же самый Xiaomi Mi 5 с самой-самой топовой комплектацией на 128 гигабайт стоит больше 500 долларов. Это почти как айфон 6 с. Друзья, поверьте, лучше купить айфон 6 с. Он реально мощнее, интереснее и во многом, во многом выигрывает. Да, конечно, тут разница в операционных системах и так далее, но поверьте, айфон 6 с это реально очень крутой девайс. В общем, подведя итог о всей этой чехурде и так далее. Если вы можете себе позволить айфон 7 или там айфон 6 или айфон 5s или SE, то я просто очень счастлив и рад за вас. Если вы не можете себе позволить или вы считаете, что Apple это для мажоров или Apple это американские захватчики или как там их называют, то сейчас такая вот еще тема движется, то не парьтесь. Покупайте себе Xiaomi, Meizu, покупайте себе OnePlus 3 или Lenovo ZOOC и пользуйтесь себе на здоровье и радуйтесь жизни. Никто вас не заставляет покупать айфоны. Многие так и воспринимают, что вышли новые айфоны и сейчас вас будут заставлять покупать новые айфоны. Никто вас не хочет и не будет заставлять новые айфоны. То, что их покупают очень много, это заслужено и это потому, что компания реально работает с клиентами, реально работает над своей системой, реально работает над своим обслуживанием и так далее. Не только потому, что это какая-то истерия, я хочу себе айфон. Да, у нас есть, кстати, это какой-то процент таких вот людей, которые ради понтов берут, но поверьте, в основном люди берут, это бизнесмены, которые пользуются. Также я бы, к примеру, купил бы айфон только из-за камеры. Поверьте, я свой Galaxy S7 уже бы давным-давно выкинул, если бы там не было нормальной камеры. Потому что в смартфоне мне самое важное, чтобы смартфон просто работал не зависая и там была офигительная камера. Это единственные две вещи, которые меня интересуют. Больше меня ничего не интересует. Это не короткое видео и я надеюсь, информативное видео было для вас полезным и интересным. Мои мысли и рассуждения. Я, конечно, постараюсь достать этот айфон для того, чтобы сделать обзор. Не обещаю, что айфон 7+, но вот айфон 7 можно было бы как-то достать и сделать обзор. Так вот, как только у меня будет он на руках, я постараюсь его сравнить и с тем же самым Galaxy. Может быть даже Galaxy Note 7 будет весьма интересно сравнить. Ну, когда пофиксят все там взрывающие, а то я не хочу, чтобы я взял в Samsung Galaxy и он у меня взорвался. Поэтому лучше я подожду, когда выпустят новые модификации без взрывающихся аккумуляторов. И это, конечно, большой фейл Samsung, и вместо того, чтобы брать Note 7, люди, конечно, пойдут за айфоном. Ну, скорее всего, мне так кажется, что такой процент людей точно будет. Ну что, все, спасибо вам за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, смотрите другие интересные видео у меня на канале. С вами был я, Вова Тишевский, всем пока, до скорых встреч в новых видео. А также подписывайтесь на страницы социальных сетей, группу ВКонтакте, Инстаграм и Твиттер.